включаю парогенератор но еще один очень важный момент силиконовый шланг от парогенератора будет входить сам перегонный куб как эта штука устроена в обычном молочном бетоне который у меня тоже был еще давно достался мне наследство от бабушек и дедушек я сделал отверстие и в это отверстие вставил пол дюймовый бочонок это такая штучка у которой с обоих сторон наружная резьба изнутри вот здесь плохо видно я на эту наружную резьбу накрутил гайку и она прижалась к стенке самого малышного бидона а снаружи я сюда прикрутил переходник с одной стороны у него внутренняя резьба а другой наружная резьба внутренней резьбой я накрутил на этот бочонок и таким образом сам бочонок зажался между стенками бетона бидона и стал там очень жестко и герметично под него я подложил паранит а вы и прокладки на наружную резьбу вот этого сгона несгона переходника я накрутил пол дюймовый экран для того чтобы уплотнить это соединение я использую только паранит раньше использовал обычные белые прозрачные резиновые уплотнения но из-за того что здесь высокая температура они разбухают их выдувает и они закрывают вход в сам перегонный куб то же самое происходит с черными резинками поэтому резиновой прокладки здесь категорически запрещено использовать это может привести к взрыву и повышению давлению и взрыву самого перегонного куба или парогенератора конечно же из-за того что это молочные бидоны здесь очень много неплотности и при повышении давления начнет травить воздух через сами крышки но в любом случае нужно использовать именно паранит на кран я одеваю вот такой штуцер естественно я могу управлять теперь подачей пара пока у меня парогенератор нагревается кран закрыт перед тем как открыть кран на пар я беру подсоединяю силиконовый шланг и начинаю его продувать таким образом если очень густая брага фруктовая или зерновая и в саму трубочку через который выходит пар могли попасть и мелкие частички самой браги то я ее продуваю чтобы она очистила и потом сразу же одеваю на штуцеры парогенератора и все начинает работать внутри его перегонного куба у меня стоит вот такая нержавеющая газовая труба которая используется для водопровода и для газа раньше у меня было очень большое кольцо я в нем сделал вот такие прорези болгарочкой тоненькие небольшие через которые выходит пар но как показала практика больше чем вот такая длина трубочка не нужно потому что все равно давления пара не хватает и на этом участке вот здесь уже пар полностью выходит и дальше большое кольцо она не работает я прикручиваю в эту эту трубочку нержавеющую гофрочку внутри на наружную резьбу которую я там сделал без всяких прокладок вот так это выглядит отверстие не отверстие а прорези в трубочке я направляю вниз для того чтобы не так сильно они забивались густой брагой сам перегонный куб я устанавливаю на вот такое основание из плотного пенопласта для перегонного куба я уже не дел рубашку из пенопласта я его укутываю хорошенечко толстым одеялом и этого тоже достаточно чтобы продемонстрировать как работает парогенератор и перегонный куб я сейчас буду перегонять хвосты от джина у меня при производстве джина осталось именно гуща из засыпи которая давала аромат также осталось немного голов и немного хвостов сейчас все это я хочу перегнать и одновременно покажу как работает и парогенератор и мой самогонный аппарат как я уже говорил моя концепция заключается в том чтобы использовать все подручные средства и не тратить очень много денег для того чтобы заниматься любимым хобби вот такой старый самогонный аппарат был сделан в 1990 1990 году да правильно я не оговорился но это уже тогда была очень высокотехнологичная штука которой были все начатки или ректификационной колонны или дистилляционной я даже не знаю в чем между ними разница вот в этой колонне я использую вот такие обычные морские камешки они нейтральные то есть здесь нет никаких примесей я полностью набиваю колонна вот такими камешками пары спирта испаряются и попадают вот сюда во вход самой колонны конечно же эти камешки играют роль насадок смп медных или нержавеющих и таким образом спирты поднимаются вверх а вот это примитивное подобие дефлегматора раньше сам самогонный аппарат или на этой конструкции работал так здесь был вход и выход холодной воды а в самой внутри трубочки в самой внутри колонны был выход на холодильник и вот здесь был выход этого продукта я эту систему усовершенствовал я выход первичный какой был мне раньше заглушил и теперь у меня пары спирта идут напрямую вот сюда на выход а вот это дефлегматор я не подключаю потому что воздуха какой здесь есть хватает для того чтобы она немножечко охлаждала сама клемма которая поднимается она опускается вверх и вниз ходит и этого достаточно для того чтобы продукт получался намного вкуснее чем первоначальная задумка самого самогонного аппарата сейчас я насыпаю сюда камешки закрываю вот такой гаечкой сердце чтобы камешки не высыпались устанавливают на бак головы от джина крепостью 80 градусов здесь очень много эфирных масел но я все равно их хочу перегнать это экспериментальный джин я немножко продевал с хвостами что здесь на самом деле произошло вы можете узнать посмотрел видео как сделать самый вкусный домашний джин из пшеничного самогона ссылочка вот здесь вверху в эту часть она вкусно если не сравнивать ее с нищим другим но я тоже ее хочу перегнать вот это жушка это то что осталось в самой джин корзине от засыпи пахнет классно перегоняем а вот это это мое опять же ноу-хау я взял засыпь которая осталась залил ее еще обычным сахарным самогоном она еще вытянула отсюда все вкусности и полезности и это все это уже выливаю и буду перегонять вот столько всего у меня ароматных спиртов как мы видим сама трубочка через которую будет выходить пар даже не покрылась но это и не нужно я сейчас добавляю сюда фильтрованную воду из обратного осмоса для того чтобы разбавить саму смесь спиртов до крепости ориентировочно 20-30 градусов и чтобы эта трубочка тоже покрылась самой жидкостью сейчас парогенератор включен на полную мощность 2 тена по 2 столь на киловатта вода уже закипела и пар начинает выходить сейчас самое время продуть перегонный куб и подключаться это делаю вот так все работает если подключить силиконовый шланг от парогенератора к перегонному кубу раньше чем закипит вода тогда вся жидкость из перегонного куба под действием силы тяжести перетечет силиконовый шланг и пару не хватит энергии на начальном этапе продавить это все через прорези в трубочке поэтому процесс остановится нужно именно подключать парогенератор перегонному кубу когда же хорошенечко разогреется сам аппарат для того чтобы герметизировать и сам парогенератор и перегонный куб я подкладываю под вот эту перемычку которая закрывается замком тряпки чтобы увеличить силу прижима потому что все это алюминиевая и достаточно старая даже на хороших резинках нужно использовать такие штучки теплоизоляция отлично работает абсолютно ничего никакой температуры не слышно я подключаю силиконовый шланг теперь пару уже некуда выходить и давление начнет расти вот такая гофра одевается для того чтобы не было случайных пережимов я открываю кран пар пошел в перегонный куб сейчас на мере того как парогенератор будет повышать температуру будет слышны резкие хлопки и удары выхода пара и вход его в холодную среду процесс уже пошел теперь я буду щупать вот эту колонну и когда она же будет очень горячая что руку нельзя держать это значит что уже скоро скоро пойдет спирт на выходе я полностью убираю нагрев выключаю один тэн второй тэн выглушиваю на минимум и начинаю отбирать голову по капельку по мере прогревания самого перегонного куба шум входящего пара уменьшается и получается ровное тихое такое шипение или приятный мягкий звук сейчас очень быстро уже из-за того что весь мало жидкости перегонный куб прогрелся и я жду отбора голов по капельно из-за того что система инерционная даже после того как я убираю нагрев на парогенераторе еще в течение пол минутки минутки пар будет очень сильно выходить поэтому нужно заранее немножко притормаживать чтобы не было слишком быстрого выброса голов я это все успел сделать и теперь я жду когда потихонечку потихонечку головы начнут капать вот в эту бутылочку вот так по капельной я отбираю головы голову я уже отобрал отлично и теперь как раз есть возможность показать как я работаю на таком старом самогонном аппарате и получаю очень хороший качественный самогон я использую систему мсд это расшифровывается как многоступенчатая вистилляция на самом деле все намного проще и легче это обычные банки которые входят силиконовые трубки вход и выход пара я использую 4 барбатюра это банка в которой сама трубка опускается до дна а там налито немного чисто фильтрованной воды и два сухопарника это банки в которых просто вход и выход на уровне крышки таким образом я отсеиваю эти фракции самогона в каких очень низкая скорость кипения температура кипения и они остаются в банках и на выходе я получаю намного крепче готовый вкусный самогон чем если бы я просто гнал сразу непосредственно вот здесь на этом аппарате в момент прогрева банок особенно это слышно барбатюрах вот такой звук какой только что был это пар входит в холодную жидкость и начинается вот такой звук в первую в первом барбатюре это вот эта вторая баночка уже видно прозрачная жидкость я думал что будет сильная опалисценция то есть эфирные масла какие будут выходить вместе со спиртом сразу будут давать помутнение самой воды но я пока этого не наблюдаю вторая банка прогрелась сейчас пойдет 3 банка греться вот так красиво булькает водичка сначала горячий спирт заходит в эту банку части фракции о какая низкая температура кипения спиртов оседает вот здесь на дне а то банка была пустая и вот здесь уже нет немножко осела жидкости более легкие спирты переходят в вторую банку а легкокипящие фракции спирта попадают в эту банку доходят до дна по трубочке вот по такой трубочки доходят до дна и попадают в горячую воду там они конденсируются и только самые легкие высококипящие фракции спирта поднимаются и идут следующую банку таким образом проходя через все банки мы отсеиваем большинство фракций низко высококипящих низкокипящих то есть хвосты и остается у нас хорошее вкусное тело самое важное в этой системе это не перепутать вход и выход если мы подсоединим вход в барбатер через короткую трубочку а выход через длинную тогда создай давлением которое создаётся в банке вся жидкость выдавится в другую банку поэтому вход нужно было на трубочку 4 барбатер а вот здесь у меня небольшая авария это то о чем я говорил из-за того что сама конструкция малышного бидона по крепление вот такая сейчас и началась стравливание лишнего пара вот здесь через щелочку потому что это не очень удобная конструкция для зажима и герметизации поэтому это и есть псевдо безопасности какой я говорил теперь мне придется все это остановить и немножко передвинуть саму крышечку относительно ее оси чтобы уменьшить и убрать вот это стравливание воздуха я уже почти закончил перегонку хвостов из джина сейчас у меня больше 73 градусов там было очень мало уже начинают идти снижение крепости поэтому я с удовольствием поделиться с вами той техникой на какой я получаю обалденные вкусные зерновые дистилляты как сделать много разных вкусных самогонов из разного зерна смотрите ссылочка вот здесь вверху друзья если вам понравилось это видео ставьте вот такие большущие лайки пишите в комментариях как вам нравится моя техника мое оборудование на чем понятие самогон вы подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь есть рядышком колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в пути всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место